Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своём канале. С вами Колесников Валерий Геннадьевич, врач-педиатор. Сегодня у нас с вами потрясающая тема. Она посвящена детским развивающим методикам, начиная с самого рождения. Как образец я выбрал давно вам известную, знакомую, наверное, даже можно сказать, любимую русскую развивашку, так называемую игрушку для детей, которые можно проводить с самого раннего возраста, практически с рождения. Но это зависит только от вас. Она называется сорока-ворона. Надеюсь, помните такую детскую считалочку. Что же это такое? Давайте вместе с вами разберём. Ну, на первый взгляд, это, в общем-то, обычная какая-то игра с детьми. Вся наша жизнь игра, как говорится. Дети, для них это процесс естественный. Они в него вовлекаются, они в него втягиваются, им это нравится. Начиная буквально с двух-трёх месяцев, ребёнок уже начинает повизгивать от восторга при выполнении таких мероприятий. Но здесь ещё есть и более глубокие смыслы. Помимо того, что, в общем-то, вы выстраиваете контакт с ребёнком, понимаете, как он реагирует на ваши эмоции, на ваши интонации, потому что определённое, как бы тоже, здесь такое получается, во всех сказках есть определённый язык, есть определённые тембры. Поэтому, когда вы там задаёте этот тон, то ребёнок начинает как-то так интересно на всё это реагировать. Вот, поэтому давайте с вами посмотрим, что происходит в процессе этой игры. Ну, во-первых, что такое наши конечности? Ладони, стопы – это проекция всех органов нашего организма. Многие из вас об этом прекрасно знают. Кто слышит об этом впервые, вам напоминаю, что, ну, допустим, берём ладони, в частности, это для нашей игры. Вот, проекция ладони повторяет полностью проекцию всего тела. Каждая точка нашего тела находится на этой ладони. Поэтому, когда мы начинаем играть с детьми в эту игру, почему эти игры, они не только развивающие, они ещё и оздоравливающие, мы практически прорабатываем все проекции всех наших органов и систем в процессе вот этого, в этом игровом процессе. Что происходит? Ну, напомню вам, да, сорока, ворона, и начинаем водить пальчиком по поверхности ладони. Сорока, ворона, кашку, варила, прорабатываем, продавливаем все участки. Это проекция как раз всех внутренних органов нашего организма. Потом начинаем прорабатывать уже вот это, проекция головы. Сорока, ворона, кашку, варила, где-то кормила, этому дала. Начинаем вот так вот, значит, проекция головы, головного мозга. Вот, этому дала. Загибаем, фиксируем. Да, потом идут конечности. Этому дала. Значит, здесь тоже мы его немножко пошатали, загнули. Этому дала ножка. Да, вторая ножка дала этому. Этому не дала. Немножко здесь делаем акцент. Сложно сказать, с какой целью это делается. Почему такое внимание уделяется левой руке. С другой стороны, можно предположить, ну, как вариант, допустим, у меня такие ассоциации приходят, что проекция левой руки, и это наш мозг работает, ну, скажем так, это левая рука, это правое полушарие, да? А правое полушарие – это образное мышление. В общем-то, да, как варианты очень интересные. Вот, поэтому этому не дала. И начинаем вот это наше образное мышление раскачивать, развивать. Что он там? Печку не топил, кашу не варил, поэтому мы его немножечко вот так, да, но в конечном итоге, значит, тоже прижимаем, и получается вот такая вот история. Представьте, в процессе вот такой игры можно проработать все участки нашего тела, да, пообщаться с ребёнком, настроивать на определённую волну, и в процессе этого с вами диалога как раз проработать все точки нашего тела. Очень интересная получается игра. Если это делать регулярно, что можно достичь таким методом? Ну, давайте с вами вот порассуждаем, допустим, каждый день вы с ребёнком чем-то надо заниматься, да? Вы, ну, с маленьким ребёнком, который ещё, в общем-то, практически не способен на какие-то более серьёзные подвиги. Вот такая игра, в общем-то, она очень сильно, я думаю, подойдёт. Вот, тем более, это акупунктура, сжоктерапия, древние, допустим, эти науки, ну вот, они в себе очень содержат глубокий смысл. И вот таким, как бы, стимуляцией, это считается естественной стимуляцией, потому что для ребёнка, в общем-то, в этом возрасте это актуально очень, ему это нравится. Вот, и почему говорят, что вот мелкая моторика, да, она с самого раннего возраста начинается, когда вы даёте ребёнку трогать какие-то различные предметы, да, всё это, вот он, вся информация у него приходит к нему через руки. Вот, он в основном их трогает, пробует, горячая, холодная, острая, режущая, мягкая, твёрдая, вся вот эта информация идёт через пальцы, она приходит в головной мозг, и там уже раскладывается по определённым полочкам. Вот, поэтому, а вот такими играми, такими играми мы функционально настраиваем организм на ровный лад. Все наши органы и системы начинают работать, ну, практически в идеальном варианте. Поэтому, ну, особенно ещё, допустим, вот эта вот поверхность, поверхность ладони, да, я ещё говорю, здесь у нас практически всё. Какие проблемы у детей в самом раннем возрасте? Проблемы, ну, в основном, да, проблем желудочно-кишечного тракта. Вот как раз эта область в основном, это вот как раз проекция кишечника, здесь у нас печень, поджелудочная железа в основном, вот по кругу, если вот это идёт, ну, естественно, затрагиваем и другие органы системы, но тем не менее. Вот такая получается интересная у нас древняя методика, которая позволяет, в общем-то, в игровой форме настраивать все наши органы и системы на нужный лад. Они работают прекрасно, ребёнок в игровой форме получает полезную информацию, родители счастливы. Очень вам рекомендую использовать в своей жизни эту методику. До новых встреч! Всем спасибо! Спасибо!